25 августа Тверской вагоностроительный завод отмечает 124 года со дня своего основания. В праздничную дату предприятие посетил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов и губернатор Игорь Руденя. На заводе они осмотрели центр управления производством и вагоносборочный цех. За визитом наблюдала Наталья Чегет. В первую очередь Игорь Руденя и Юрий Борисов посетили центр управления производством. Здесь происходит оперативное планирование производства, в частности, обеспечение персонала материалами и комплектующими. Затем участники встречи отправились в вагоносборочный цех. Главе региона и гендиректору госкорпорации представили одноэтажный вагон нового модельного ряда, в котором созданы комфортные условия для пассажиров. Здесь есть душ, сейфы, индивидуальные розетки. Такие вагоны уже можно встретить на железных дорогах. Еще один продемонстрированный вагон с местами для сидения. Он востребован у компаний, осуществляющих пригородные перевозки. Также Игорь Руденя и Юрий Борисов осмотрели вагон, изготовленный в рамках международного проекта для египетских железных дорог. Производство у нас полностью загружено до конца года. Составлен этот бизнес-план на 2023 год. Загрузка предприятия полная. Одноэтажных вагонов будет более 700. Двухэтажных вагонов будет более 100. Вагонов малых серий более 70. И вагонов электропоездов более 200. После посещения вагоносборочного цеха состоялась двухсторонняя встреча Игоря Руденя и Юрия Борисова, на которой стороны обсудили вопросы взаимодействия правительства региона и госкорпорации. Очень рад, что я в очередной раз попывал в Тверской земле. Посмотрел один из ведущих активов машиностроения. Поверь, я очень много производств видел. Это одно из самых лучших. В свою очередь губернатор отметил, что корпорация активно помогает Тверскому региону в борьбе с лесными пожарами. А также на территории Верхневолжья работает несколько предприятий Роскосмоса. Роскосмос сегодня для нас, конечно, является очень перспективным партнером. Мы бы хотели предложить ряд направлений. У нас есть специальные территории экономические, которые мы хотели бы предложить в качестве партнерских территорий для новых проектов Роскосмоса. И, если будет такая возможность, расширить проекты по образовательным и профильным программам и ставить с локацией ваших предприятий на территории нашего региона. Гендиректор Роскосмоса сообщил, что корпорация поддержит это предложение. Ведь подготовка кадров – одно из приоритетных направлений государственной корпорации.